Рады приветствовать вас всех здесь на берегу нашего замечательного водоема я хочу вам представить всем кто еще с ним не знаком рому полуста одного из наших ведущих карпятников наверное самого грамотного и подкованного участника огромного количество чемпионатов турниров соревнований и прочих не сбиваешь все вступление вот сейчас он скажет сам от себя доброе утро всем я представлюсь чтобы все те кто не знают меня зовут полук штурман мне 39 лет женат имею троих нить двое здесь присутствует тут одна слава богу осталась женой дома занимаюсь карпфишингом примерно с 2006 года рыбалкой занимаюсь где-то с шести лет плюс-минус спортфишинг спорт да да сядь в сторонку как бы это будет просто постоянно это на самом деле карпфишинг это не моё к сожалению моя не моя профессия моей профессии я вице-президент компьютерной фирмы к сожалению если бы я мог заниматься карпфишингом получать столько же денег сколько я получаю из своей работы я бы был очень рад но это не так сегодня мы проведем семинар который меня попросили для новичков но новичков здесь очень много я должен сказать поэтому мы будем изменять по меру пьесы как бы немножко структуру которую я построил для этого семинара что я хотел сказать во первых для начала и вот так вот там вот есть стоит олег который в синей майке уже четвертый раз не мешает этот семинар построен на моем личном мнении это не мнение других людей это лично мое видение я на нем не настаиваю мало того не делайте всегда так как я говорю делайте сами как вы думаете можете делать наоборот отлично это я только это буду приветствовать потому что я считаю что в карпфишинге первое и самое важное это своя голова и свое мнение свое видение свое думание что такое карпфишинг откуда он пошел карпфишинг вообще пришел из поплавка начало карпфишинга 50-е годы прошлого века уже англия молодые и менее молодые карпятники начинают ловить карпа они начинают его ловить стратегически и на направленно не было тогда не оснасток не оборудования ни того что им помогало и в сущности наверное одна из первых оснасток которые скорее всего что многие не знают может быть вон там вот один лысый человек стоит он может быть ее немножко знает если кто-то мне может сказать что было до так называемого волосяного монтажа кто знает был рик который назывался болт рик болт рик в сущности это крючок на который надевалась наживка она не была отдельно от крючка и жало крючка оставалось снаружи как я уже сказал мы пришли из поплавка и поплавок это наше было тогда основное направление поэтому сначала взяли от него было увеличение грузил так начали ловить на самом деле тот карпфишинг который вы знаете сейчас который называется карпфишинг поймал отпусти и прочие другие пришел примерно во время битлз да то есть те кто помнит битлз должны знать и современному карпфишингу на самом деле на данный момент всего лишь около 40 лет это все что у нас как бы это все что есть на данный момент этот спорт развивается всего 40 около 40 лет как я сказал современному карпфишингу 40 лет немножко обо мне как я вообще всем этим начал заниматься я на данный момент занимаюсь спортивным карпфишингом около 16 лет не спортивным карпфишингом чуть чуть больше начал я где-то после армии до этого это было в сущности мои родители за хорошие оценки в школе меня возили на кинеру ловить рыбу они в этом ничего не понимали я хотел узнавать больше поэтому читал современный карпфишинг и его рода начальники это англичане поэтому соответственно большинство текстов было английских знание английского к счастью или к сожалению есть сейчас будет драка на данный момент у меня есть команда которая называется parparon team те кто находились в этой команде сейчас здесь двое нету но они присоединятся чуть чуть позже терпят меня один уже около шести лет один около четырех лет это такой стиль жизни назовем так это не хобби уже это полностью стиль жизни у меня за плечами на сегодняшний день около 40 турниров из них плюс минус чуть больше половины это приходится на заграничные турниры это плюс минус вот такое вот небольшое начало олег так как ты ведущий этого всего мы хотим углубляться в спорт или мы хотим идти для новичков начнем с новичков хорошо тогда давайте я немножко опишу проблемы карпфишинга в общем и проблема карпфишинга в израиле и мы оттуда немножко начнем это во первых что такое карпфишинг для большинства людей это один из самых главных вопросов которые я постараюсь вернуться во время семинара и постараться ответить что такое карпфишинг для вас как для каждого из нас карпфишинг является абсолютно разным явлением для кого-то это убежать от семьи попить пивасик с ребятами для кого-то это уединиться с природой для кого-то это хобби для кого-то это стало спортом для кого-то это стало целью жизни есть очень один не без и известный карпятник его зовут юрий бегалов он совсем недавно приезжал в израиль и когда мы с ним сидели на водоеме я его спросил юра как тебя терпят жены да у него и уже 3 жена вот как они тебя терпят он на мне честно ответил смотри рома когда я женюсь я своим женам сразу говорю что из 365 дней в году около 180 я провожу на водой на воде они могут это принять могут не принять это их не право чему это все говорю что в первую очередь карпфишинг это или вид вашей жизни или вид вашего мышления или небольшое хобби если это хобби то вы можете заниматься и охотой и стрельбой из лука бегом велосипедом и все всем чем угодно если это ваша жизнь и вы живете и дышите рыбалкой карпфишингом в частности и так далее и тому подобное это совсем другое отношение почему я спросил олега куда идти для на для новичков или для более ребят которые этим занимаются уже достаточное время все потому что те кто занимается этим долго понимают что в первую очередь это требует сначала одного времени потом приходит все остальное если вы не готовы вкладывать время для вас это будет всего лишь небольшой хобби если вы готовы вкладывать время и свою душу и весь в этот процесс то тогда с этим нужно будет считаться и делать шаги для достижения каких-то целей которые вы поставили перед собой какие цели ставит перед собой карпфишинг кроме всего понятного поймал отпусти бережное отношение к природе современный карпфишинг изменил очень сильно свое направление в последние буквально 10 лет это не так давно как кажется но это является действительно спортом очень сильно 10 лет чтобы вы понимали если кто-то знает когда вы думаете провели первый чемпионат мира по карпфишингу первый чемпионат по карпфишингу провели всего лишь 99 нет нет в 1999 это был первый чемпионат по карпфишингу знаете сколько команд в нем участвовало сборных это все 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 весь тот на номер который был в девяносто девятом году четыре сборных это была бельгия это была франция это были итальянцы и были португальцы вот эти четыре сборные которые до этого карпфишинг как мы понимаем его и так далее там потом на был всегда на личном уровне то есть командный но не сборный сборный карпфишинг как он сейчас выставляет всего с девяносто девятого года и в девяносто девятом году как мы все говорим что сборная португалия и слабаке эти слабаките бельгийцы стали чемпионами мира уже в 2000 году стали итальянцы а потом первенство перешло семь лет в сущности одной сборной она до сих пор очень сильно лидирует в мире зовут эту сборную сборная хорватии ее лидером был жилько сапа хорваты чтобы вы понимали хорваты с 2000 года до 2007 года не опускались первых трех мест семь лет подряд они были четырехкратными чемпионами мира и также озабывали место от первого до третьего почему они почему у этих сборных это получается почему они так лидируют мы к этому вернемся еще дальше но основная вещь которую я хочу сказать что у нас отсутствует это вот современный карпфишинг в израиле современный карпфишинг в израиле требует колоссальных финансовых затрат колоссальных временных затрат и коллективный разум большинство из нас из всех присутствующих проблема в израиле то что я себе написал за последний месяц того момента когда когда олег меня попросил сделать этот семинар одного одна из основных проблем это отсутствие я назвал таким словом отсутствие спортивного dna почему я это назвал отсутствие спортивного dna я возвращаюсь и говорю всем еще раз это мое личное мнение можете быть с ним не согласны я уверен что кто-то имеет отличное мнение от меня и это нормально это хорошо да я а да я считаю что это у нас нету спортивного dna вообще в спорте в израиле она есть но она присутствует в очень определенных видах спорта а в карпфишинге у нас его нет вообще просто не существует у нас не существует карпишин школ по карту у нас не существует кружков по карту я из профи сейчас не беру ни в счет и эта лекция это один из примеров что она происходит раз какое-то время до на ней собираются 20-30 человек это максимум наш потенциал карпфишинга в израиле и из-за этого у нас нету в данный момент прогресса у нас мы не признаны никаким официальным органом страны как какое-то спортивная какая-то спортивная организация у нас нету никакой градации в спортсменах у нас нету разницы между любителями у нас нету ли разницы между теми кто ловит это просто для кайфа у нас этого всего не существует но основная проблема еще раз вернусь это спортивного день и у нас этого не существует потому что для большинства из нас всех присутствующих я грешу этим также как и все остальные это то что мы относимся к этому в первую очередь как нашему хобби ребята которые занимают сейчас первые пьедесталы мирового первенства для них это работа это физический труд в который они вкладывают невероятное количество времени денег и они становятся большими профессионалами в этом в этом направлении без того что мы будем туда продвигаться мы сами себе врём это одно из моментов которые я написал для этого семинара основная проблема рыбаков особенно бывших выходцев из стран снг я забит ко всем я тоже с ним являюсь это что в рыбалке мы врём самим себе это от вранья какую рыбу мы поймали это на какое расстояние мы бросили и от того что мы не делимся информацией у нас нету коллективного разума а мутат из рафиши здесь сидят ребята из ее которые ведут уже очень много лет я не сжибаюсь что клуб будет следующий шаббат 15 лет до это делают поэтому я считаю что я поддерживаю этот уже очень много времени только по той простой причине что кроме них это не делает никто без них нас бы не существовало мы бы не продвигались я бы не участвовал в этих турнирах я бы не занимался любимым делом хорошо ли они делают или плохо мы можем спорить об этом до до утра но в сущности это самое главное направление это единственный клуб в израиле который занимается этим который это продвигает и согласны мы с ними не согласны но факт как факт факт есть какие бы шаги я бы предпринял сейчас для того чтобы изменить вот эти вот небольшие вещи в первую очередь я думаю что клуб и группа инициаторов делают в этом направлении большие шаги это имение своего водоема то есть это первый большой шаг для того чтобы хоть как-то продвигать карпишинг израиля второй момент я считаю что амута не закончит на этом семинаре свои циклы серия сериалов а будет дальше продолжать продвигать такие вот семинары и опять-таки вернемся к коллективному разуму одна голова лучше 50 еще лучше и мы начнем делиться информацией мы начнем создавать хоть какую-то базу базу знаний которая я считаю что нам не хватает почему нам ее не хватает я могу сейчас задать вслух около 30 вопросов которые все присутствующие здесь именитые карпятники не дадут на них ответ а почему они не дадут на них ответов не потому что они тупые а я такой умный потому что для них это не спорт это вот это вот самое главное различие которое до сих пор мы не не можем сделать у себя в голове или мы идем в спорт или мы занимаемся это на любительском уровне я это уже говорил на одном из семинаров о чемпионате мира в юар это огромная разница знаете для для самого главного примера я вам приведу просто что вы понимали небольшой такой пример два года назад я записался в семинар игры в шахматы который проводил гарри каспаров чемпион мира по шахматам я с ним сыграл 30 блицы сколько думаете блицы я выиграл один но он тогда играл с 50 человек с 50 или одновременно один почему потому что это его жизнь потому что до сих пор гарри каспаров занимается шахматами на мой вопрос примерно он тренируется от 4 до 6 часов в день он уже не чемпион мира он уже занимался по политикой занимался бизнесом и другими вещами но он играет шахматы гораздо лучше чем я и так будет со всеми нами в отношении карпишинга если вы не занимаетесь этим вы не будете продвигаться не будете продвигаться одно соревнование один турнир вы сможете выиграть на протяжении времени вы всегда будете проигрывать вечный вопрос который задается на семинарах это а я поймал вот такую вот рыбу а рядом со мной поймал спортсмен а он ничего не поймал на одном турнире на одной рыбалке вы можете обыграть спортсменов но это будет только один раз может быть два если повезет во всех остальных случаях вы проиграете и проиграете по количеству и по качеству и по всем другим параметрам поэтому основная наша задача я думаю это не моя задача наша задача это продвигать карпишинг для всех и те кто хотят заниматься этим серьезно должны понимать что это абсолютная часть есть еще пару моментов которые я считаю которые нам мешают развиваться как я уже говорил коллективный разум и что я под этим имею ввиду у каждого карпятника как он считает есть свои секреты есть секретная насадка золотые бойлы супер крутая леска только у него есть замечательная палка которая бросает на 200 метров ни хрена всего этого не существует это миф это фикция чем больше вы будете делиться информацией и правдивая информация заметьте ясно говорил о том что не врать самим себе правдивой информации тем быстрее мы будем все продвигаться вперед но мы такой народ что мы не любим это делать и мы очень часто обманываем друг друга даже если я назову это в кавычках и очень часто мы не не проявляем достойного уважения понятие о том что мы это то что есть из этого надо лепить из этого надо строить и это надо поднимать как только мы начнем уважать друг друга как только мы начнем не врать друг другу меняться информацией и вкладывать в это личное время личные деньги как говорил американский президент не думать то что страна может сделать для тебя а думать то что ты можешь сделать для страны это тоже самое когда это все начнется то тогда наш карфишинг начнет на иврите называется лирком орвегидим это значит что у нас начнется собираться что-то и мы сможем это толкать вперед если 6 лет тому назад 6 если я не ошибаюсь в одну из споров с товарищем вот который сидит вот здесь вот в черной майке товарищем андреем мазлиным мы думали надо ехать на чемпионат мира или не надо ехать на чемпионат мира сборной израиля и тогда ваш лектор психанул на полном серьезе орал нас выгнали из ресторана тогда потому что я орал очень громко как когда это было я им сказал что я поеду на чемпионат мира под флагом израиля если мы согласимся или под любым другим флагом но я поеду потому что я этого хочу я хочу этого добиться я хочу этого получить в конце концов мы поехали с большим натяжкой с большим напряжением чему я все веду ребята делитесь информацией уважайте друг друга уважайте своих оппонентов и в первую очередь у нас замечательные люди в карфишинге в израиле учитесь у них и давайте информацию всем остальным пойдем на немножко на теорию теперь то что я скажу если все то что я говорил можно было спорить можно было не спорить то что я скажу сейчас называется моя теория карфишинга она чистая моя реально можно здесь может много кто с ней не согласится что она говорит что такое современный карфишинг почему я называю это моей теорией почему я к этому так я делю карфишинг на две части первая часть это то что мне дано вторая часть то что мне не дано и то что мне дано из-за моего вида характера склада ума я довожу до перфекционизма а то что мне не дано я каждый год стараюсь отсюда перелокладывать сюда и сокращать вот эту вот часть что значит что мне дано и что мне не дано я хочу бросать как саша вермут на 200 метров я хочу похудеть на 30 килограмм за полтора года но я только хочу это не тут это здесь мне этого не дано почему не дано потому что я не вкладываю это достаточно времени я не вкладываю это достаточно усилий я не прикладываю к этому достаточно денег времени чего угодно что значит дано и что значит не дано поговорим о рыбалке мы приезжаем на водоем немножко вернемся к любительской рыбалки 90 процентов людей как выбирают место как еще отлично как еще выбираем место отлично как еще выбираем место это абсолютно правильная ответа все что вы здесь сказали это абсолютно правильно но это абсолютно неверно как пишет это абсолютно неправильно это тоже хорошо я не говорю это ребят мы еще раз говорю мы поднимаем поднимаемся на уровень чуть-чуть спортивный да то есть мы идем будем мыслить немножко даже любителям как им подниматься вверх и не говорю становиться спортсменами но просто как быстрее ловить рыбу как точнее ловить рыбу как мы выбираем место я этим грешу все мы этим грешим вот мы приехали здесь выбрали место машина поближе отлично где подешевле заплатить деда меня кто-то ловил когда меня жена отпустила когда есть кафеш от работы где меньше людей где будет удобнее делать мангал и так далее и тому подобное как вы думаете вот с таким вот подходом вы будете хорошо ловить рыбу хорошо это да ну помните что я начинал о чем я говорил я говорил о том что для нас карпишин пивасик любительская рыбалка убежать от жены или мы идем в спорт как вы думаете спортсмены которые готовятся к турниру да то тоже так выбирают о еще еще один никто так не делает ни в одном виде спорта этого не происходит это не про этого просто не существует но мы все этим грешим и мы продолжаем делать эти же самые ошибки мы продолжаем делать все то же самое кто-то говорит вон где саша вон коля есть еще кто-то говорит что летом на кинерте ловить рыбу нельзя вот ребята джет стримы доказали это неоднократно что летом можно ловить отлично рыбу почему почему можно ловить 40 градусную жару да потому что они протягивают вещи не 50 метров от машины вот до берега а 400 метров почему они выбирают места потому что они выбирают другие места где они думают что сейчас рыба будет ловиться как они их выбирают что они думают это уже каждый относится к этому по-разному мы к этому вернемся в дальше в семинаре но это самое главное что я вам пытаюсь объяснить это мышление мы подвержены канонам канонам рыбалки из бывших стран снг что это в первую очередь отдых что это в первую очередь отдохнуть и убежать от суеты но так невозможно продвигаться в спорте если вы хотите просто отдыхать и ловить рыбку это замечательный подход лучше не бывает я с этим согласен на все сто процентов но если вы хотите продвигаться хотите ловить больше точнее качественнее становиться знать больше оснасток узнавать больше о водоеме и так далее и тому подобное этот подход не работает теперь вернемся к тому что я сказал теория что дано и что не дано что нам обычно да но нам даны наши физические данные нам дана время которое мы можем потратить нам дано знание которое мы можем исправить или не исправить нам даны мои финансовые возможности и так далее и тому подобное что на не дам мы и к чему мы не можем подогнать никакие условия. Я не могу решить, что завтра солнце не будет вставать в 6 утра. Точнее, сегодня оно встало почти в полшестого. Я не могу сказать, какая температура будет завтра. Я не могу на это влиять. Я не могу влиять, какая у меня глубина сейчас передо мной в секторе. Эти вещи нам не даны. Но то, что нам да дано, мы как подвид люди, так называемые, мы ленивые. Просто ленивые. И это надо говорить правду самим себе. Что значит я имею ввиду ленивые? Ну нам много вещей дано. Нам дано, на какие удочки мы будем ловить. Нам дано, в какое время мы будем ловить. Нам дано, какую прикормку мы будем использовать. Нам дано, сколько крючков мы навяжем. Нам дано, сколько оснасток мы с собой возьмем. Нам дано, сколько времени мы потратим ходя в спортзал. Нам дано, сколько времени мы потратим на тренировку. Нам все это дано. Но 90% из нас это никак не используют И вообще с этим ничего не делают Почему я это называю дано или не дано? Потому что то, что нам дано, мы можем довести до совершенства Мы это можем сделать не на 100%, а на 200% Но мы этого не делаем Никто из нас, к сожалению Или к счастью Мы стремимся это делать Но до конца мы этого никогда не пробиваем Простой пример Одна команда готовится к турниру, неважно к какому И вяжет 100 крючков А другая готовится к турниру и вяжет 600 крючков Как вы думаете, какая команда лучше подготовлена к турниру? Просто только из этих данных Есть мнение? Не факт, что надо вязать все дома Можешь вернуться к этому вопросу через 5 минут Я разнесу в пух и прах свой вопрос Без обид Сейчас я никого не наезжаю, никого не обижаю Не навязал дома, вяжешь на водоеме Правильно? Сколько времени занимает завязать один крючок? Три минуты Три минуты Три минуты Тебе надо взять 100 крючков Сколько времени Потому что у тебя рыба клюет Ты потерял одну рыбу в соревнованиях, спустился на одно место ниже Еще одна ошибка Это кому-ка Не кому-ка Можно спорить? Мы можем поспорить Я могу доказать свою точку зрения И ты можешь доказать свою точку зрения Теперь давай возьмем Это мы немножко убегаем Но вопрос отличный Поэтому я хочу к нему вернуться сейчас Что мы ставим в самом главном приоритете во время турнира? Что работало только Время А, время Отлично А знаешь почему? Потому что у тебя есть 72 часа Ты будешь вязать поводки 3 часа А кто-то будет 3 часа отдыхать Как ты думаешь, кто выиграет? Кто будет лучше думать Не важно Кто будет лучше думать Кто отдохнул к тому моменту Или ты, который вязал крючки 3 часа Подумай об этом Представь себе формулу 1 Все видели формулу 1 Согласен со мной? Не важно Это спорт Он заезжает в Пит Да? Сколько времени машина проводит в Пите? 10 секунд Но теоретически Может они могут посмотреть на шины И подумать Нет, эти шины еще один кружочек откачают Нормально Это все хорошо Могут проверить ему еще и масло Которое не проверили до этого Проверить тормоза заодно Ну что? Время-то есть? 2 с чем-то там 2.03, 2.04 Да 1.8 уже даже Вот Теперь Представляете себе Сколько денег Вкладывают команды Которые делают эти Питы Для формулы 1 Сколько денег они вкладывают в команды Которые делают это быстро И они борются Не за минуты Они борются за секунды За доли секунд А почему? Потому что для них это спор Потому что проиграл секунду Проиграл сопернику Не вяжешь крючки дома Проиграл на водоеме Точка Можешь спорить Можешь нет В любительской рыбалке Можешь вязать крючки Когда хочешь В спорте Этого не дано Абсолютно не дано Ты будешь проигрывать Мы к этому У меня есть здесь Большое объяснение Почему мы как сборная Почему мы вообще Как израильтяне проигрываем Потому что мы к этому Относимся именно так Потому что вместо того Чтобы навязать Сорок катушек С леской готовой дома Мы мотаем на водоем А что еще 10 минут А нету разницы Нету никакой разницы Леска намотается Так как ты говоришь Прямо будет большой Нет Нет Потому что у тебя есть крючки Тебе надо покушать Тебе надо выпить воду Тебе надо отдохнуть Тебе надо думать головой Тебе надо перезаброситься Тебе надо вывести рыбу Если ты будешь На каждом из этих этапов Проигрывать 2-3 секунды То за турнир Ты будешь проигрывать 5-6 часов 5-6 часов Это очень большое время Для турнира в 72 часа Это не связано с Африкой Я вам просто приведу пример В 2014 году Если я не ошибаюсь Я могу ошибаться Ко мне приезжал мой очень хороший знакомый Его зовут Миха Вудрах Он ученик Жельки Цапана И когда мы с ним делали турнир Тогда еще клипсование не сильно было развито Тогда еще не было много запасных удочек И так далее и тому подобное Это все было как-то так Раскачивалось немножко Для нас, для европейцев Для многих команд Он мне сказал Что они год назад Замерили Сколько времени У тебя нет удочки в воде Во время турнира Потому что ты Выматываешь Ты клипсуешься Ты вываживаешь Ты занят чем-то другим Сейчас и так далее и тому подобное На каждую удочку Что такое вымок Это минута Что такое переклипсоваться сейчас Порой-полторы минуты Две минуты За турнир в 72 часа 7 часов нету одной удочки в воде Проверено неоднократно 7 часов За турнир в 7 часов В Южной Африке Вон там сидит человек Олег И вот за ним сидит еще один человек За 7 часов В турнире на чемпионате мира В Южной Африке Можно было взять 100 килограмм На одну удочку Все Вот тебе спорт И вот тебе дано Или не дано Поэтому когда я говорю Дано или не дано Очень часто Это всегда идут пример Крючок Кстати я просто извини Что я к тебе прислал с крючком Крючок это Обычно это У меня просто был Как раз перед чемпионатом мира Спор Вон с одним Очень известным Тут товарищем Сидит Вадиком Он тоже считал Что крючки Можно закрыть на водоеме Но когда ты закрываешь 600 крючков на водоем Ты тратишь на это Колоссальное время А так надо относиться К всему Поэтому один из моментов Который я говорю Дано Ну так Для интереса Кто здесь ведет В списке своего оборудования Да Сколько у тебя сумма Карпового оборудования Кроме тебя кто-то еще ведет Вадик Нет Не знаю Не знаю Ведет списки Карпового оборудования Своего Сколько у тебя вещей В каждой сумке Ты знаешь Где находится Эта поводница Отлично Сколько у тебя их таких Сколько крючков В каждой поводнице Отлично Кто ведет такие списки Молодцы Я тоже знаю Где у меня поводочек Что-то Олеся Пой список В дом не переносишь Все Олежа молодец Он правильно Приду Примерно Это хорошо Но Олег затронул эту тему Почему я вернулся Просто перекидываю На крючки На другую Это меня учил Жель Коцапан Сам лично Честно На одном из Моих Так сказать С ним Беседований Он мне сказал Вот вы приехали на водоем Есть момент разгрузки Когда вы думаете Начинается подготовка К разгрузке Погрузки машины Вот чисто Кто думает Сознаюсь Что? Списка Она начинается дома При загрузке Почему она начинается дома При загрузке Потому что ты знаешь Что сейчас тебе нужен Первое Икс Потом тебе нужен Вой Патент тебе нужен З И это грузится в машину Именно так А знаете почему Это грузится в машину Именно так Потому что Перед турниром У тебя есть Определенное количество времени который ты можешь посвятить этому если ты проиграешь другой сборной в этом времени ты проиграл время проиграли время проиграли турнир это очень важный момент я не просто так это я не и я просто на это метод научного тыка своих ошибок потому что когда ты едешь на водоем в дождь а твоя палатка или твой шатер находится в самой жопе глубине машины и чтобы достать его оттуда ты начинаешь выгружать всю машину куда-то разбрасывать вещи потом то как достаешь шатер его ставишь потом под него начинаешь подгонять вещи и так далее и тому подобное ты теряешь время теряете молодец лариса все думают что турниры что я я могу не спать три дня я сюда паутина у меня будет на на палатке да я в нее вообще заходить не буду я буду работать как зло отлично только мозги карпишинге никто не отменял вы спать не будете только и думать не будет перестали думать перестали рыбачить по моему последний турнир вот игоря с вадиком это доказал очень хорошо они думали все три дня они искали все три дня и в последний день они таки да нашли они таки да нашли и они таки да поймали пять карпов последнюю ночь если я не ошибаюсь почему потому что искали потому что могли думать а если не можешь думать ты проиграл дано не дано дано возможность думать дано возможности отдыха дано возможности распределения времени все распределяют время во время турнира все говорят я не сплю так то мой напарник не спит так то рови вас здесь нету но он должен скоро подскочить у нас то на уровне за два часа он идет спать он два часа идет спать и он спит три часа потому что это то что ему отменено под турнир и меня неважно если я в эти три часа у меня будет 15 поклевок я эту рыбу возьму сам даже если я проиграю сейчас одну-две рыбы я выиграю то что мой напарник потом будет думать про то что он может продолжать работать он не выбит из колеи есть такое понятие доверие или недоверие да то есть как это сейчас личный пример я стараюсь во всей этой лекции меньше приводить личных примеров мой напарник плохо видит когда он клеит литкора он кладет столько клея что потом их можно обхолено ну олежа он со мной в команде конечно же он плохо слышит он по-другому не может иначе бы он повесился это да 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 мы не только их долго искали мы палатки все открывали чтобы их найти давайте вернемся насчет теории это что я имею ввиду еще насчет дано не давно так как я математический склад ума не до не настаиваю на всех математический склад ума сволочная натура и педантичная натура я ко всему подхожу большой большой стороной математической то есть я стараюсь все что мне дано разложить на полочке я это не делаю только у себя в голове я это записываю я при всем при том что я как бы памятью еще не страдаю еще вот но я все равно все записываю что значит записывать записываю это значит что я любую из вещей которую я хочу к ней сейчас обратить на него какое-то внимание я ее расписываю я стараюсь расписать это все по пунктам и потом каждому пункту дать время финансы и сколько времени я хочу этому посвятить мы сейчас плавно в это немножко перейдем но простой пример сейчас ребята бросали а то есть вот удочки бросали кто-то бросает там на 120 кто-то бросает на 180 кто-то бросает на 200 это замечательно какой леской какой удилищем при каком ветре какое в какая была погода это все записываю я веду дневник о рыбалке плюс-минус 2006 года то есть у меня это все записано и после каждого выезда это все расписываю пишу за нашу меня уже есть программа к сожалению почему это все расписывается и почему я к этому отношусь именно с этой стороны с этой точки очень просто потому что когда ты все это расписываешь и записываешь вот ты очень четко перед глазами видишь всю свою структуру что значит структуру структуру времени структуру что тебе надо что тебе не хватает где можно улучшить почему математический подход почему такая стратегия я стараюсь улучшаться то есть если я сейчас купил леску и условно с помощью этой лески я могу достигнуть 150 метров я всегда буду искать две вещи а найти в себе физические силы перебороть свою лень и пойти в спортзал и заниматься похудеть чтобы бросать физически лучше но как любой другой ленивый человек я буду искать леску с помощью которой мне будет удобнее и легче бросать да то есть это такое явление как я ее буду искать я ее буду искать про методичным методом то есть сначала информация интернет сегодня есть сегодня телефоны и ватсапы вайберы количество я просто недавно перед турниром хотел сочетать я просто отказался этого в израиле я по-моему около 9 или 10 группах рыболовных в россии я в 16 хорватии в четырех во франции в двух про украину я вообще молчу там вайбер там я уже потерялся сколько у меня просто групп есть во всех этих группах идет информация во всех этих группах идет обмен каких-то мнений и с помощью получения этой информации метод научного тыка записывается это леска столько-то это леска столько-то растяжимость такая-то растяжимость такая-то очень кто хорошо делает и советую его вам читать есть известный блогер в володя ну вовка николаев спасибо он у него такой же по тематическим подходом он когда делает свои блоги если вы заметите у него в конце есть всегда таблицы таблицы они не просто так для нас чтобы мы получили информацию в первую очередь он это делает таблицы для себя потому что количество информации которая обрабатывается за период времени она настолько огромна что очень трудно это все держать в голове просто очень трудно вон я знаю одного вон сзади тебя сидит в кепочке у него с памятью хорошо все и он действительно очень многие вещи держит в голове я не могу физически не могу трое детей дома хрен его знает сколько работников все требуют какого-то внимания а а чего а а чего это тоже правда ну хотя бы по мнению моей жены что еще одно не дано мы будем об этом еще много говорить во время этого семинара это называется на английском post mortum post mortum это значит разбор полет почти никто никогда из нас из оленей нехватки времени и так далее и тому подобное не делает разбор полетов есть домыслы есть какие-то выводы но никто не приводит это в структуру то есть это все остается на уровне домыслов на уровне выводов Это никогда не приходит в какую-то структуру с точками, с основами, с опорами, куда надо идти, в какое направление. Я должен сказать, что как только вы начнете на вопрос, что вы сказали, что вы знаете, что у вас есть в ваших сумках. Я уверен, что вы знаете. У меня нету в этих сомнений. Это же в каком кармане? Это еще замечательно. А как ты знаешь, что тебе не хватает? Правильно. А теперь представь себе, что ты это упорядочил. Что у тебя есть таблица Excel, Word, в телефоне, фотографии, от руки записал и всякое такое. Сколько времени у тебя будет делать это быстрее? Не просто будешь, а будешь быстрее делать. Я вам скажу честно, опять-таки, о, пришел. По моему примеру, два Максана. Один в Израиле, один в Украине. Никогда не помним, что есть в каждом. Два года назад упорядочили все. То есть полностью все, дошли до уровня, сколько крючков и поводкового материала есть в каждом Максане. Каждый раз, когда надо что-то докупить, что-то подготовить, мы идем в этот Excel. И это наглядная таблица, которую ты видишь вот так вот перед своими глазами. Время, которое занимает это сделать, сокращается сильно. Почему я говорю о сокращении времени? Сокращение времени связано не только с самой рыбалкой. Сокращение времени связано и с вашей подготовкой. И мы плавно начинаем переходить в сторону подготовки вообще турнирам, соревнованиям и так далее и тому подобное. Для меня Галилейский кар, который происходит в Израиле уже 11 лет, это один из самых сложных турниров. Почему? Потому что затраты по времени, которым я к нему готовлюсь, они колоссальны. А почему они колоссальны? Потому что это очень длительный турнир. Он идет 120 часов. И если спросить Беллу, мою жену, то у меня дома нету не 5 дней время турнира, а у меня нету уже за 2 недели до турнира. Потому что за 2 недели до турнира я уже готовлюсь. Я готовлюсь к нему уже не за 2 недели, как бы думая, а что надо приготовить. А за 2 недели уже идет конкретная вязка, уже конкретный элиткор, уже конкретные оснастки, поводки, насадки, мотание леса, приготовление, замена батареи и так далее и тому подобное. Если мы сейчас начнем, я надеюсь, что Равиф притащил, если он не забыл, я его просил. Реальный список, вот если бы мы выступали на следующей неделе на галилейском турнире, с чего нам не хватает? Я вам скажу, что мы очень старая команда, старая не в плане возраста, а старая в плане опыта. И все равно, даже к этому турниру мы бы все равно очень долго готовились. Поэтому, когда я говорю о времени, это совсем недавно произошло, что я стал относиться к времени как к одному из топовых факторов, к которому я считаю, что надо относиться к карфишингу. То есть перфекционизм в дано и ко времени. Потому что я начал понимать, что я это занимаюсь все больше и больше. То есть это захватывает у меня все больше и больше времени, и мне становится все труднее и труднее. Для этого я начинаю делать какие-то упорядоченные и какие-то улучшения именно в подготовке, не только уже в самом турнире, то есть уже до турнира. Я уверен, что все из вас, например, перед турниром, ну не все, хорошо. Большинство из вас меняют батарейки в пейджерах или в сигналках. А почему это делают? Чтобы не морочиться. Правильно. Правильно. Почему делают именно это? Потому что это очень легкая функция. Это легче всего сделать. Батарейки недорогие. Хотя кроны там, я не знаю, по 30 человек или даже сейчас поменять-то 5-4 штуки, да. В турнир ты их меняешь всякое такое. К чему я это все веду? Что мы начали относиться с Равиевым последние два года ко всему как к расходнику. У нас нету не расходников. У нас все расходники. Удочки – это расходники. Катушки – это расходники. Леска – это расходники. Не потому, что мы богатые. Я предвидел их. А потому, что это экономит время. Мне все равно, какой удочкой бросать во время турнира. Реально я хочу бросать самые классные, самые удобные, сделанные под меня, которые будут бросать дальше всего. И я с нею достигну лучших результатов. Да, абсолютно верно. Но я это должен подготовить заранее. Я это не делаю во время турнира. Я не делаю это во время подготовки. Почему такой подход? Я еще раз говорю. Дано, не дано. Доводение до перфекционизма и время. Время – наш самый главный враг, я считаю, в израильском карпишинге. Потому, что мы ленивые. Мы не думаем, мы не готовимся. У нас все азохенвейк моей бабушке. То есть, мы все пускаем на самоутеку. Перестанем к этому относиться так, будем улучшаться. И насчет вранья самим себе. Очень часто во время подготовки с крючками, неважно что, мы начинаем думать. А, это я сделаю завтра. Нет, подождем. Послезавтра. Нет, а сначала я вот это сделаю. А потом вот так вот сделаю. А потом вот так вот сделаю. Это все потеря колоссального времени. В последнем турнире с Равивом, который у нас был, он был в Южной Африке. За три дня мы практически не говорили. Это не потому, что мы поругались. С ним трудно поругаться. Со мной можно с ним трудно. Со мной можно с ним трудно. Не потому, что мы не разговаривали. А потому, что мы очень четко знали, что каждый из нас делает. К чему я это все говорю. Я говорю о том, что подойдите к этому как к спорту. Подойдите к этому математически. Не спускайтесь на тормозах. Не спускайтесь к тому, что мы это сделаем потом. Мы додумаем, мы доделаем. Готовьтесь заранее. Готовьтесь заранее. Не подразумевает разговоры с рыбаками на водоеме. На какой самый супер крутой бойл мы будем ловить. Потому, что это туфта. Это нам никак не поможет. А готовьтесь с технической точки зрения. С моральной точки зрения. И расписывайте свое время. Просто тупо. Вот это вот очень основной совет. Попытайтесь расписать свое время. Возьмите турнир в 72 часа. Запишите его по часам. Возьмите любую таблицу в интернете. Это очень легко. Как школьный. И распишите его. И вы увидите, что никто из нас не может вписаться в рамки времени, которое они себе отвели. Никто. Почему это не происходит? Потому, что нету подготовки заранее. На вопросы. Это незнакомый водоем. Я не знаю, что будет. А будет количество поклевок. А не будет количество поклевок. Сколько времени вываживать рыбу. Сколько времени я буду бегать с подсадчиком. И так далее и тому подобное. Это все туфта, ребята. Время можно расписать. И как только мы начнем расписывать нашу подготовку. Как только мы начнем расписывать наше время. Как только мы начнем относиться к этому как к спорту. А не как любительскому подходу. Как только мы начнем обмениваться информацией между друг другом. Начнем уважать друг друга. У нас тогда, если вы помните, я сказал, появятся проблески спортивного денег. На данный момент, я считаю, что у нас в Израиле его не существует. Мы хотим, чтобы он существовал. Но его нет. Мы пытаемся его сделать. Мы пытаемся это сколотить. Но его нет. С помощью всех нас. С помощью наших изменений. В первую очередь вот здесь. Мы будем продвигаться вперед. Если у вас есть вопросы, замечательно. Если нет, давайте сделаем 10-минутный перерыв. И потом я вам начну в конкретику немножко толкать. Ребят, давайте перейдем к более практической части. Немножко поговорим о вещах, которые всегда всех больше интересуют. На что мы ловим. Но перед тем, как на что ловим, давайте поговорим о маркировании. Это одна из таких... Больных. Больных тем. Совсем с давным. Давайте начнем. Еще раз вернемся к тому, что то, что я говорю, это мое личное мнение. Оно не обязательно совпадает с мнением тренера сборной Израиля, например, или с другими именитыми карпятниками. Но я сейчас выскажу свое мнение. Мы немножко поговорим про Израиль, а потом поговорим немножко о спорте в общем. Именно с точки зрения маркирования. Обычно в Израиле, когда вы выбираете сектор, мы уже говорили о том, что выбираете сектор, мы ленимся выбирать сектор, поэтому выбираем сектор там, где уже кто-то был. Очень часто идет такой небольшой обмен информацией, а что у нас в воде, а какая глубина, а с какой стороны карп брал, откуда был проход рыбы. Ну и, конечно, коронный вопрос, а если можно ли посыпать прикомку ванилью. Да, это всегда коронные вопросы, которые задают. Для чего нам нужно маркирование? В первую очередь маркирование нужно для того, чтобы понять, что перед нами находится. Как происходит в первую очередь маркирование? Маркирование начинается, я говорю сейчас только про Израиль. Заметьте, я не говорю про зарубежные турниры, зарубежные озера. Почему? Потому что в большинстве своем они карьерные озера или затопленные дамбы, и в этих условиях у них другие условия маркирования, и оно нужно для других целей. Мы сейчас говорим про Израиль, почему нам это очень важно. У нас водоем очень рельефный, очень сильно изменяющийся, от одного берега к другому берегу, от севера к югу, а это зависит от времен года, погоды и так далее и тому подобное. Я считаю, что вообще кинер для нас, карпятников, это рай, который мы, к сожалению, не можем использовать, потому что да, у нас есть только один водоем, да, для многих он находится далеко, но да, он подвержен невероятному количеству изменений. Он очень тяжелый водоем, в моем понимании, для рыбалки и для спортивной рыбалки в частности. И так как его постоянный рельеф и уровень воды изменяется, то я считаю, что маркирование на кинерте – это одна из опор, откуда надо отталкиваться, откуда мы начинаем весь наш процесс. Давайте немножко поговорим о снасти. Что мы подразумеваем под собой снасть маркирования, удочка маркирования, катушка и так далее и тому подобное. И, наверное, потом перейдем именно к самому маркированию. Я должен встать, потому что я чувствую, что я, к сожалению, гаматка там. Не, а? Не, я могу через сон говорить, но это уже… Из чего состоит снасть? Снасть состоит из удочки. Из удочки. Удочка специальная для маркирования. В последнее время есть большая тенденция у именитых карпятников, и не только у именитых карпятников, что можно маркироваться обычной удочкой. То есть нет никакой разницы между удочками. Можно маркироваться сподом и можно маркироваться любой другой снастью. Это утверждение верно и неверно. Почему оно верно? Оно верно, потому что это экономит им сильно время, очень сильно время. По той простой причине, что к своей удочке, одной удочке, вы привыкаете достаточно быстро. Забросы с ней происходят достаточно легко. То есть вы знаете свою снасть, это достаточно удобно. Почему это утверждение неверно? Потому что, опять-таки вернемся, в основном эти именитые карпятники ловят не в Израиле, они ловят не в рельефных водоемах, в водоемах, в которых не требуется точное понимание дна. То есть карьерные водоемы или водоемы с дамбами, как такового сильного рельефа не имеют. Имеют изменения структуры типа дна, но не имеют именно рельефа. Кенерет этим сильно отличается, и в Кенерете, да, есть рельеф. И от того, насколько быстро вы понимаете, что перед вами, будет зависеть ваше лово. Вернемся к снасти. Чем отличается маркерное удилище от любого другого удилища? В сущности, ничем, кроме одного. У него более жесткий кончик. Что дает жесткий кончик? Кончик жесткий дает более четкую передачу ударов вашего грузила. О дно, соответственно, вы больше понимаете структуру дна, которая перед вами находится. Для чего мы это делаем? Очень часто маркируется в основном по глубине, с пространенной ошибкой корпятников. И не маркируется по рельефу или маркируется по рельефу очень плохо. Вернемся к снасти. Удочка, маркер, обычно более жесткое удилище с мощным кончиком. Из чего состоит снасть? В основном 99% ставят плетенку как леску, то есть как основную намотку на катушку. Почему ставят плетенку? Сейчас есть небольшая тенденция перехода в нанофил, потому что он более тонкий при такой же, можно сказать, растяжимости, он более растягивающийся, чем плетенка, но все равно передает достаточно хорошо структуру дна. Почему плетенка? Плетенка не имеет растягивающихся качеств, как лески, а мы уже говорили с вами, что мы люди ленивые, поэтому выбираем лески, которые будут лететь далеко. Лески, которые летят далеко, это силиконовые лески с большим процентом силикона. Соответственно, они тянутся. Тянутся, значит, на расстоянии в 100 метров у вас будет какая-то растяжимость лески, которая вам... в зависимости от того, какой процент растяжимости есть у лески. Но при среднем... А? У самых больших до 35 или 38 доходит. Около 30 процентов. 30 процентов растяжимости. Чтобы вы понимали, 30 процентов растяжимости очень много. На его вопрос, он правильно задал вопрос, если я просто забуду. Поймали большого карпа, больше 7-8 килограмм в Израиле, на тонкую силиконовую леску, срезаете последние 15 метров, ставьте новый шок-лидер. Иначе будете терять рыбу. Следующих. Или просто обрыв будет, потому что леска тянется, теряет свои качества по держанию узлов. Будете терять рыбу. Да, ну просто последний кусок, который связан с шок-лидером обычно, тянется больше всего. Он трется больше всего. Нет, ну трется это мы проверяем рукой, это понятно, как проверяем, а именно то, что мы не видим глазами, это именно последний... Почему 15 метров, можете 20 снимать, можете и 5 снимать, да? То есть как бы... Я снимаю 15. Если остается леска, ты муху, ты имеешь и тянет. Вот. Ручка вы не распределяете, равновесно все есть. Чем ближе к катушке, тем меньше, естественно, да. Равноверно будет... То есть равноверно было, если бы у нас не было сопротивления. Но у нас есть сопротивление воды, кроме сопротивления груза и самого дна, поэтому всегда будет стянуться последний кусок. Вернемся к плетенке. Почему плетенка, я уже сказал, лучше передает ощущение, которое нам дает дно. Теперь самый основной спор, который идет среди великих, назовем их так, что мы ставим на шок-лидер. Основная тенденция последних... Олег, правильное замечание сделал. Да, это одно из правильных этих. Тут есть какие-то поправки, которые надо внести. Диаметр лески против диаметра плетенки. Лень, ленивый. Поэтому ухожу на более тонкие плетенки. В последнее время плетенки, которые мы ловлю, 0,14 максимум. 0,14 диаметра. Либры это неправильное измерение по той простой причине... А? Что? Что-что? Это не совсем тоже правильно, но будем говорить, что она такая примерно около 10-12 литров. Может быть, чуть-чуть больше. Либры неправильное измерение. То есть мы еще поговорим, если хотите, мы можем поговорить о переводах в правильные в либры, переводах весов для правил, для удилищ, для того, чтобы делать тест керв и так далее и тому подобное. Но я на это меньше, ну, как бы обращаю внимание по той простой причине, что производители почти всех лесок и плетенок врут. Почему? Потому что никто не может выдержать правильный диаметр, правильно это, кроме некоторых фирм. Вот сейчас вон сидит тут товарищ, он как раз на этой неделе у нас был. У нас есть леска Катран, представитель Виталий, который живет в Одессе, который измеряет эту леску, это его фишка, он измеряет леску как бы просто досконально, там микрометры идут, и там под микроскопом идет измерение лески. И они действительно не врут. Но если вы посмотрите тесты лесок на любом сайте, который их выставляет, вы увидите, что заявленные нагрузки никогда не соответствуют реальным нагрузкам, потому что делаются от наима обода, которые не существуют на берегу, и так далее, и тому подобное. Некоторые, вон, которые ручки разводят, ему даешь леску, он говорит, да что это, и вот так вот рвет леску, которая на ней заявлена 7 килограмм. поэтому это нету никакого, я перестал на это обращать внимание, потому что просто вранье, открытое вранье, маркирование лесок, плетенок производителями, и так далее, и тому подобное. Вернемся к нашему маркированию, почему у нас плетенка, мы объяснили, что у нас идет как шок-лидер. До последних двух лет основной шок-лидер шел моно. Я специально не говорю флюро, силиконовое, или это моно, потому что оно включает в себя все. Кто может мне сказать почему? Потому что его скользит. Правильно, потому что по нему скользит поплавок-маркер. Поплавок-маркер, части оснастки, у него есть кольцо, которое в сущности скользит по этой леске. Плетенка не дает ему скользить хотя бы на первых трех метрах. Почему она не дает ему скользить на первых трех метрах? Зависит вашей технике броска, естественно, зависит как вы бросаете, и так далее, и тому подобное. Но основная причина в том, что леска более имеет прямую натяжку, когда вы натягиваете грузило после броска, чем плетенка. И плетенка может делать волны под влиянием, особенно тонкие плетенки, могут делать волны в воде от направления, зависит от течения, может быть, от того, чтобы ее не вытянули до конца и так далее, и так подобно. И поплавку-маркеру по ней тяжелее подниматься. Окей? Что значит тяжелее? Он может застревать, просто застревать и не будет подниматься. Вернемся в Израиль. Почему я говорю про Израиль? Я, да, считаю, что для Израиля монолеска до сих пор является лучшим показателем, но не для заграницы. Я могу это объяснить. Что делают за границей, особенно продвинутые команды? Маркерная оснастка состоит, как мы сказали, из плетенки и шок-лидера. В конце шок-лидера шок-лидер делается из плетни. И в конце шок-лидера навязывается отрезок, который равен от 30 до 50 сантиметров. Почему 30-50? Это абсолютно, ну, шире рутик, как говорится. Есть объяснение. Он должен быть выше, чем длина самого маркера вместе с его отводником. То есть у маркера и грузила есть отводник, есть маркер. Это должно быть по длине больше, чем если произошла накладка одна на другую. Почему делают 30 или 50? Это вот такой вот. Это второй момент. Это количество ила, которое у тебя находится на дне. То есть, если ваше грузило улетает и зарывается в ил, то эти 30-40 сантиметров, 50 сантиметров, которые у вас стоит монолидер в конце, позволят маркеру все равно всплыть. Почему это хорошо на карьерных водоемах за границей? И почему это нехорошо для Израиля? Потому что, к сожалению или к счастью, наши глубины варьируются от 70 сантиметров, хотя не знаю, где мы ловим на 70, но скажем, от 2-3 метров до 15 метров. Если вы будете ловить на такую снасть плюс-минус от 7 метров и выше, она не будет всплывать. Даже вот таким вот отрезком, проверено опытом, отрезок становится больше, да, начинает всплывать. Но чем больше будет становиться отрезок, тем меньше вы будете, естественно, надобность в этом всей Привамбасе. И, как говорил Юрий Бегалов, чем снасть проще, тем она лучше. То есть, чем у вас меньше узлов на маркере, тем для вас лучше. Почему применяются два варианта, и, как я сказал, и для Израиля, и для заграничных водоемов, по двум простым причинам. Полетное качество шок-лидера из плетни и полетное качество шок-лидера из моно-лески разное. Плетня будет летять дальше. Кроме того, как я уже говорил, мы ленивые. Раз мы ленивые, мы не маркируем, мы не тренируемся маркером. Что значит, мы не тренируемся? Особенность в бросках с маркером, это то, что у тебя под пальцем при броске лежит моно. Мы к этому не привыкли. У нас всегда под пальцем последние хреновы знают сколько лет, под пальцем лежит плетня. Поэтому это очень сильно влияет на заброс. Это очень сильно мешало. Все, кто были в ЮАР, могут это подтвердить. Да, кастеры, хорошие кастеры, которые бросают, вон как Сашка, на 200 метров, даже у него будет спуск в броске. Он, может быть, не будет на огромное расстояние, но вполне возможно, что он будет даже те 10 метров просто из-за не той привычки отпускания монолески и шок-лидера. Это непривычно под пальцем. Поэтому, да, для Израиля мое мнение, надо ставить монолидера, причем конусные монолидеры. И, да, основной производитель хороших конусных монолидеров это фирма Катран. на самом деле, я считаю, что выше Катрана стоит одна фирма. У Дайва мне хуже нравится, я считаю, что кордовские шок-лидеры, конусные кордовские шок-лидеры, они хорошие. Два совета мнения. У вас, я уверен, что будет еще тысяча мнений. Два совета по маркерным оснасткам. Первый совет. Вы предполагаете, какая у вас будет глубина, плюс-минус, еще раз говорю, вы можете ошибаться в метре, можете ошибаться в трех, но вы не будете ошибаться в десяти. Кусок шок-лидера монолески, которую вы ставите в конце плетни, в сущности не должен сильно превышать глубину, на которой вы собираетесь ловить. То есть, если вы собираетесь ловить на глубине семь метров, вам этого отрезка будет достаточно. Потому что он вам нужен только для подъема вверх. Для подъема вверх по плоткам. Окей? Все понимают, о чем я говорю? Есть кто-то, кто не понимает о чем? Спасибо. Вот. Да, ловить? Спасибо за поправку. Я не сказал ловить, но может быть, я потом посмотрю. И вот. Почему этот отрезок? Естественно, что есть основная отрезка, скажем, мы говорим о том, что шок-лидер должен не превышать какую-то разновную нагрузку, нагрузку грузила, нагрузку вашего заброса, но это больше зависит от техники заброса, мы этого коснемся, как бы поговорим чуть позже. Отрезайте толстый конец. Обычно шок-лидеры такие, конусные шок-лидеры, моно идут 12 стандарт или 15 метров, спокойно можете отрезать три последних метра без всяких сомнений. Во-первых, они самые толстые, они обычно очень сильно вам делают проблему на катушке, это типы, ребят, те, которые хотят типы, это конкретные типы. Катушка под плетенку наматывается до конца. Возвращаемся к оснастке и маркерной оснастке. Важные моменты про маркерную оснастку и про сам поплавок. Сейчас существуют отрезки, жесткие отрезки из перекрученной проволоки с керамическими кольцами. Самый лучший вариант, не надо возвращаться к старым моментам, когда мы использовали большие кольца на литкоре и так далее, и тому подобное. Просто покупайте их, удобно, дешево, самое ходовое и самое ходовое момент. Что надо знать о маркере и о грузиле? Все, вы поехали? Удачи, ребята! Ради Бога! Что надо знать о маркере? Одно из основных моментов, почему отводник, какой отводник должен быть, если вы все-таки решили его делать своими руками, то есть с помощью литкора и с помощью какого-то кольца. В первую очередь длина. Длина этого отводника должна быть длиннее, чем длина маркера. Почему она должна быть длиннее, чем длина маркера? Потому что при полете грузило летит первым. Оно тяжелое. Маркер будет биться об грузило, если будет отводник короче, чем длина маркера. Что произойдет с поплавками такими, как ESP? Он просто треснет, у вас в него попадет вода, и вы нифига не сможете отмаркировать. Вопросы пока что по снасти маркерной снасти. Что-то непонятно? Есть какие-то... Все все поняли? Ладно? Тогда я скажу все-таки одно предложение. Ребята, маркер это ваши глаза, это ваши уши, это ваш нос, это ваше все в моем личном понимании. Что вы с этим делаете дальше, это уже совсем другое. Маркер может давать показания, которые вам не пригодятся. Маркер не будет давать ложных показаний, но вы можете на основании маркера сделать неправильные выводы. Это все может быть, но это ваши глаза, уши, это ваше начало. Без правильного маркирования невозможно продвигаться в карфишинге. Уделяйте маркированию огромную часть своего начального времени. Чем лучше, точнее, в Израиле вы сделаете маркерную карту, тем лучше вы будете ловить. Это однозначно, это не то, что я выдумал, с этим согласятся почти все карпятники, которые присутствуют здесь. Я еще дойду, мы еще это обязательно дойдем. Вернемся к снасти. Снасть понятно, удочка, плетенка, шок-лидер моно, конусный, поплавок-маркер. Что мы делаем? Кто может сказать, с чего мы начинаем? Где мы проводим забросы? Как? Зачем? Мама, не захлоти! хорошо, почти правильно с поправками. Первое совет, опять-таки совет, можете не прислушиваться, можете прислушиваться. Плетенка имеет тенденцию слепаться. Почему? Потому что мы ленивые, после скончания маркирования никогда ее не протираем. Маркер лежит после этого у вас неделю, две, кто-то полгода имеет тенденцию слепаться. Поэтому, дельный совет, после того, как вы не пользовались маркером, достали его сейчас и начали пытаться что-то делать, пробросьте ее. Это связано с прикор, это связано с плетенкой в первую очередь. На нем остаются части, которые слепляют плетенку вокруг катушки и у вас будут обрывы. Первые два заброса маркера делаются на проброс, то есть легко, чтобы сбросить все, чтобы намочилась плетенка и только после этого мы уходим на дальняк. Насчет того, что ты сказал и я спросил. Ты почти прав, мы выбираем действительно какие-то эти, но сначала мы имеем перед собой маркерную карту. Очень советую попросить вот этого человека, который стоит вон там, Гену Хайкина, у него есть, он дорисовал для Израиля, я считаю, очень хороший образец маркерной карты, которая есть и он может, он ее раздает бесплатно, правильно, Ген? Можете сидеть? Да. Сейчас хороший вопрос, задай мне его через 2 минуты. Хорошо? Я объясню, почему она будет отличаться. Почему для Израиля я считаю, что она должна быть другая? Она, в принципе, не отличается, но для Израиля я считаю, что должна быть другая маркерная карта. Первое, мы начинаем с маркерной карты. Замечательно, это все хорошо. Почему ориентиру на том берегу ты сказал, Геннадий, почему ты сказал, что ориентиру на том берегу, я тебе сказал, что это почти правильно, потому что, а что ты будешь делать в дождь, а что ты будешь делать в туман, а что ты будешь делать ночью? то есть, кроме ориентиров, я сразу это, кроме ориентиров, у тебя должны быть направления твоих забросов. То есть, когда мы маркируемся и находим точку, когда мы ее уже нашли, на берегу, кто-то, школа разных тренеров Израиля говорила, натягивать веревки, да, то есть, чтобы вставать на эти веревки и бросать ровно по веревке. Кто-то, ленивый, берет палку и на песке вот так вот рисует. Кто-то, для слепых моих напарников, если надо, выкладывает камешками стрелы, да, то есть, как бы, вот, чтобы это было. То есть, это стрелка видна. А, на ощупь? Не, она видна. Фонарик ты включаешь, и стрелка видна. Насчет Рома походит одна из этих. Я недавно, Олег, меня присоединил к одной группе, где молодые ребята учатся бросать. Я думаю, что Саша Вермут может объяснить это лучше, чем я даже, но одна из распространенных ошибок карпятников насчет бросков и затапсивания, это то, что никто не делает себе место для бросков. Место для бросков должно быть как минимум три метра, оно должно быть ровное, оно должно быть выпрямленное, и вам должно быть на нем удобно стоять. А? Отличное замечание. Должно быть одно место, но, это, я не смеюсь насчет того, насчет прямых этих. Просто в Израиле это, к этому относятся очень легко. В основном бросают вот в этих вот, вот в этих вот, ну, потому что жарко. Вот. Когда первый раз вывихните ногу при броске на 160 метров и поймете, что после этого не можете ходить месяц, будете ходить в закрытой обуви делать броски в закрытой обуви. Это такой тип, что бесплатный. Броски дальние делаются или босиком на песке, если у вас есть такая возможность, или в закрытой обуви, которая держит вам ступню. Подскальзывание на кроксе во время броска очень больное явление. Не советую. Да, делаются дорожки, да, делаются стрелки, да, делаются ленточки, да, делается что угодно, чтобы вы знали точное направление ваших бросков. Почему? Вернемся к этому чуть позже, когда будем говорить о самих бросках. Почему маркирование? Сколько лучей мы делаем? Кто знает, сколько в Израиле мы делаем лучей? Молодец! Правильный ответ! Это абсолютно правильный ответ. Почему? Опять-таки, мы говорим о различиях между заграницей и тут. Заграница обычно очень маленький сектор, в котором есть очень определенное направление забросов, в которых обычно достаточно трех линий, чтобы точно понять, что перед вами находится. Израиль! Не заграница, ребята! У нас иногда сектора бывают по 70 метров. Сделать три луча на 70 метрах шириной бессмысленно. А что, если у вас какая-то ямка изменений находится с левой стороны сектора или с правой стороны сектора? Поэтому абсолютно верно... Саш, абсолютно верное замечание. Это я что-то сказал? Да, я понял. Это значит о том, что в Израиле маркируйтесь, пока вам не лень. Просто пока у вас не отсохнут руки или пока вы решили, что вы уже достаточно хорошо маркируетесь. Когда в Израиле я маркируюсь на незнакомом мне секторе, время, отводенное мной на маркирование в израильском турнире, равняется плюс-минус 3-3,5 часа. После этого составляется абсолютно подробная карта сектора, мы сейчас о ней поговорим. Почему так много? Потому что я хочу знать все передо мной, что находится. Если я знаю этот сектор до этого, я в нем присутствовал, не было перепадов больших вод. Я уверен, что мне арабы не оставили остатки сеток, что другие рыбаки, которые ловили до меня, не оставили бутылки в воде, пучков, лесок и так далее и тому подобное. Да, можно сократить это время. Почему 3 часа? Почему это так долго? Педантичная натура, математика. Средний луч в Израиле занимает 30 минут. Средний луч. Совершенно верно. Можно делать одному, лучше делать вдвоем, конечно, особенно на первых парах. Очень зависит от того, кто записывает и что он вам говорит. То есть в сущности тот, кто маркируется, это машина, которая просто... Почему это занимает столько времени? Потому что глубина. Глубина занимает очень много времени. То есть маркер поднимается очень не быстро и это занимает достаточно долгое время. каждый такой луч. Насчет карты. Почему Израиль отличается от руки? Кто знает, чему равно движение руки вот отсюда вот досюда? ну это если ты сюда заводишь. Я понимаю. Обычно это равняется от трех с половиной где-то около трех с половиной вверх. Это правильная идея. Поэтому маркерная карта в заграницах в Carp Today составлена по шагам в три метра. Почему я не советую это делать в Израиле? Потому что я считаю что это слишком часто для Израиля. Ну да они списали это английскую там. У них бровкой является перепад в 10 сантиметров. У нас 10 сантиметров для кинерта это как бы это даже не лужа. Это просто сейчас одно течение изменилось пошло другое течение вот у тебя перепад в 10 сантиметров песка или чего-то другого. Я считаю что в Израиле шаговый ход должен равняться двум протяжкам. Каждый решает для себя что такое двум протяжкам. Как мы измеряем глубину но здесь на самом деле только ребята может быть не знают делаются отмерки на удилище они могут разные изоленты можете отмечать чем хотите и делаете такое расстояние которое вам удобно. Многие делают полметровое расстояние на кинерке я считаю это хороший разгон. У меня на удилище стоит 10 30 50 70 100 окей почему такие эти привычка больше дань какому-то удобству не так легче считать и так далее и тому подобное. Почему называют бананы просто для легкого счета чтобы твой напарник который сидел рядом на карте записывал правильный результат. Ты говоришь 30 бананов значит 15 метров. Ну правильно но мы считаем это в полметрах потому что все русскоговорящие считают досухожен товар полот. Я вообще Равиву не говорю про никакие бананы я ему говорю просто цифры сразу говорю какая глубина что мы ищем и как сейчас дотации нет что мы ищем и что мы хотим найти этот самый основной вопрос маркирований я считаю что на него нету однозначного ответа и все ищут по-разному но все делают одну распространенную ошибку для того чтобы начать маркирование и маркироваться хорошо что я имею ввиду какую распространенную ошибку для того чтобы научиться хорошо маркироваться мой совет мой тип вам возьмите удилище в любом доступном вам варианте маркерное входовое рабочее но желательно то что вы будете маркироваться в будущем выйдите в любое место где у вас есть не вода а земля желательно разное отнесите свое грузило своим напарникам на любое расстояние которое вы хотите и протяните его под ног и почувствуйте что вы чувствуете на берегу как камни отдаются вам в руку как ил отдаётся вам в руку как галька отдаётся вам в руку запишите это или запомните кому как ленью или удоб и только после этого маркируйтесь в воде если вы посмотрите на маркерные карты очень многих людей будет название муляка грязь непонятно что там что-то новое но я не могу говорить то что ты там сказал гена да но записано очень много разного почему потому что эти люди не могут точно определить что это такое а почему они это не могут определить потому что они никогда не сталкивались с этим на суше то есть они не протягивали это грузило не чувствовали разные удары не чувствовали разные ощущения глина вязкая глина скользкая ил глубокий ил ракушка камни все дают разные ощущения в руку описывать эти ощущения очень сложно очень сложно объяснить как вы должны это чувствовать но есть какие-то общие общие на глине грузило будет скользить вы будете чувствовать каток практически не будете чувствовать сопротивление на больших ракушках которых у нас сущности нет у нас больше вот такая мелкая галька вы будете чувствовать легкие легкие поступки в 90% случаев на кинерате вы будете чувствовать два ощущения первое ощущение вязкость вы тянете а у вас идет туго просто идет туго с одинаковым усилием распространенная ошибка при этом увеличивать усилие это неправильно потому что вы будете просто вырывать груз из того где он находится то есть когда вы маркируетесь так же как и халатируете скорость вашего движения вот с этого положения вот в это положение должно быть одинаковая то есть вы не можете одну протяжку делать вот так а одну протяжку делать вот так потому что те ощущения которые вы будете получать в руку будут разными но это не значит что у вас будет разное дно делайте с той скоростью с которой вам удобно удобно с одной пожалуйста мелкие камни это чувствуется очень хорошо грузило будет по ним скакать насчет грузила кстати я про него не заострял внимание и это было ошибкой очень многие для кастинга используют пулеобразное грузило потому что хотят пробросить дальнее расстояние для промера дна это грузило давно оно не передает что я правильное грузило на данный момент это та же пуля с острыми треугольными законечностями которая выглядит как пуля только стрела с острыми углами что она дает она дает при переворачивании когда у вас крутится свивель потому что плетенка не тянется и она будет раскручивать свивель у вас будет крутиться грузило когда вы будете протягивать по чуть-чуть она будет ударяться и когда будет ударяться вот эти вот удары когда она крутится и когда вы тачите это то что вы чувствуете в свою руку правильное держание удочки еще один очень важный момент который я видел и ошибка в этом когда удочка вот здесь вот зажата вот этой вот рукой ощущения передаются в вашу левую руку ну те кто бросают вот так левши соответственно будут передаваться в другую руку вы ощущения чувствуете вот здесь вашими пальцами не зажимайте удилище вы тянете удилище пальцами не делайте зажим захват удилища этой рукой пальцами и вот сюда вот оттягиваем окей чем дальше вы будете брать тем больше и острее ощущения у вас будут то есть это на полном серьезе чем ближе к да ты про другие ощущения я тебя понял да то есть как бы вот но чем ближе вы будете к жесткому кончику своего удилища тем более четкие показания оно вам будет выдавать в ваши пальцы и тем лучше вы сможете про маркирование что мы реально ищем и это очень важный момент который дельный тип в Израиле перед маркированием посмотрите что у вас есть на берегу кинер это кинер это не карьерный водоем тот берег который у вас есть на берегу в большинстве в своем случае в своем рельефе в своем виде будет передаваться и дальше не обязательно на 200 300 метров вперед но мы там и не маркируемся но ближайшее расстояние он будет такой же то есть если у вас сейчас вот такое вот дно под вашими ногами скорее всего что ближайшее расстояние у вас тоже будет такое же дно потом будут изменения что мы ищем это длинная теория попробую сократить несколько предложений мы не ищем ямы как все говорят мы не ищем это мы ищем изменение дна мы ищем в первую очередь изменение вашей структуры дна переходы с ила на песок на камни на глину и так далее и тому подобное ямы как таковые огромные про которые рассказывают что у нас здесь бровка на кинерате они есть но они редки их гораздо реже появляется в ваших секторах на обычной рыбалке это что-то одно но в соревнованиях получить сектор у которого будет яма это большая большая редкость что да вы можете найти это бровки какие-то перепады глубин что мы ищем в этих бровках мы ищем в первую очередь их ширину если мы можем ее потому что иногда бровки бывают шириной в 100 метров и потом следующий перепад это не бровка значит ваша бровка достаточно узкая и где происходит изменение структуры дна по отношению к этой бровке оно может быть очень близко к ней оно может также находиться и на расстоянии метра это очень сильно зависит от того места где вы ловите почему это важно потому что на этих бровках на изменениях структуры дна проходит обычно карп для поиска своего естественного питания не то что мы туда накидали а тем чем он питается каждый день его тропы прохождения хотя они могут быть и стайные и стоять в одном месте или просто там где ему комфортно поэтому в первую очередь не занимайтесь сильным измерением перепадов и их искать это важно но в первую очередь найдите изменение структуры дна найдете изменение структуры дна больший шанс получить оттуда рыбу или стаи рыб даже если это будет на расстоянии 60 метров 70 метров у нас в Израиле есть тенденция что мы всегда убегаем очень далеко сразу идут забросы за 120 у некоторых за 160 и начинается от что вот что для Израиля это и да и нет на твой вопрос да могу сказать что вон Олег Вадик и все присутствовали которые были на чемпионате мира в ЮАР могу сказать что да есть водоемы в которых ты абсолютно прав что чем дальше ты будешь ловить тем у тебя просто будет больше времени оттуда приводить рыбу ты можешь ловить и на 40 метрах и делать это так же быстро быстрее и качественнее чем на 120 вот в Кинерте это не совсем так да я помню одну команду по-моему два чемпионата назад которая была на десятом по-моему месте и в последние двое суток на расстоянии 67 или 70 метров взяла 40 карт занят по-моему второе место если я не ошибаюсь 40 метров вот поправила это команда вот то есть изменение структуры дна нахождение интересных и перспективных мест не бойтесь того что они близко это не значит что они плохие это не значит не бойтесь этого это очень распространенное что их надо сразу искать там они могут быть у вас под ногами ау а а он у нас это абсолютно верное замечание у нас очень широкие сектора у нас есть организаторы стараются во всяком случае ставить две-три команды и поэтому нету как такового невероятного прессинга по отношению к количестве рыбы и самое главное по отношению к водяной поверхности то есть не бойтесь этого это все нормально насчет маркирования еще несколько типов и момент в Израиле я это делаю меньше но делаю в зарубежных турнирах я это делаю всегда в зарубежных турнирах я маркирую каждый день правильно вот это почему список маркирования каждый день а я объясняю в Изкинерити как и на других водоемах в мире есть ракушка колонии ракушек колонии ракушек передвигаются это нам кажется что они медленные животные если я их нашел изначально если я их да ракушка очень сильно отвечает ракушка стучит и скользит то есть по отношению к камням которые стучат но не скользят может быть да еще раз я тебе говорю я маркированию посвящаю большую часть именно потому что я хочу быть уверенным но я могу сказать 100% что был в 2009 не ловите на слове мы нашли колонию ракушек и за 5 суток колония сдвинулась на 4 сектора да то есть как бы 4 сектора 4 сектора в те времена каждый сектор 100 метров между секторами еще могла быть буферная зона в 100 метров то есть за 4-5 дней ракушки сдвинулись на полкилометра на полкилометра поэтому маркируемся каждый божий день второй момент для чего нужно маркирование каждый день Андрон к твоему вопросу кинерат глубокий подвержен течением течения меняют свое направление вы не видите изменения это направление бросив хотя это неплохая приблуда бросив камень с ленточкой в воду рядом с берегом вы видите только верхность на твоем вопросе для чего маркирование каждый день песочные ямы засыпаются течение изменяется бровку которую ты нашел в 30 сантиметров может исчезнуть в течение дня потому что это все не постоянный рельеф я отвечаю на вопрос потом задашь свой вопрос я высказываю свое мнение у каждого может быть свое мнение на пляже шиза фрота основная ошибка команд не маркирование каждый день потому что все считают что рыба заходит из глубины и это правильно а куда она заходит а если она сдвинулась ее заход сдвинулся на 5 метров вправо как ты его найдешь не я хочу понять его можно найти только или маркером или пробом методом научного тыка то есть у тебя клюет или не клюет но мы же не хотим полагаться на клюет или не клюет течение подводное течение которое вам кажется в кенерете не сильными они очень сильные они очень сильно подвергают изменения особенно песчаным пляжам тех пляжей в которых есть камни естественно у тебя не будет изменяться рельеф но в тех пляжах которых у тебя есть песочные пляжи естественно что перельеф может изменяться и та бровка перепад который ты нашел потому что била сейчас волна сюда она может исчезнуть в течение дня должен сказать что результаты маркирования каждодневного могут пугать рыбу пусточек может быть такое явление но так как мы кормим дофига сподами дофига шарами и так далее и тому подобное еще 2-3 заброса 5 забросов маркера не изменят это на мой взгляд не изменят ту шугливость рыбы но маркер в Израиле я считаю надо доставать каждый день и Олег не только когда нефиг делать не я просто тебе так если у тебя все хорошо все если все замечательно все замечательно я не охрен делать хорошо значит мы как сборная можем не маркироваться нет проблем я мое личное мнение я никогда не оставляю маркер я сказал что надо промаркироваться но не оставлять маркер маркеры в воде мы уже оставляли уже делали эти ошибки спасибо я хотел сделать такую портрет написать спасибо ребят давайте вернемся к маркеру потому что есть еще много есть еще вопросы по маркеру что-то непонятно вам что-то непонятно я не принес что 2 минуты перерыва потом продолжим мы пойдем по монтажам и оснасткам и прикорке вопросы по маркеру ребят я считаю что это одно из самых важных этих задавайте вопросы задавайте не стесняйтесь какими глупыми или неуместными они считаются 28-30 сантиметров вот эти отводники какая длина у них должна быть у них длина должна быть длиннее маркера длиннее маркера они сейчас все делаются длиннее маркера ESP они взяли ESP как основу может быть ты старый отводник купил год назад уже это старый да хороший вопрос у нас была на Ульяне мы просто когда мы проводили маркер на 60 метров мы смогли пробивать мы его не могли пробить хорошее замечание я кое-что не сказал про маркер у нас была 171 метр до того берега 171 метр и он дальномер просто брал тот берег у меня есть три ответа на это а покупайте качественные дальномеры вот это раз второе у меня все маркеры проклеены то есть на всех на всех маркерах на оперении маркера стоят отражательная плетенка пленка я покупаю раньше покупал в ком-центре есть я не помню отражатели на машину такие они достаточно толстые они тяжелые толстые мне не нравятся я уже не помню где но по совету вадика если я не ошибаюсь ты мне принес чуть-чуть я просто я не знаю как я тебя пять дней терпеть я просто мне мне как бы пять дней терпеть я их купил это для оружейных магазинов продаются для наклейки на армейские эти в рикошетах и всякие эти есть красная тоненькая и желтая тоненькая плетенка совет сделайте лекалку то есть один маркер одно оперение испортите вырежьте из него как бы лекалку и потом по этой лекалке сделайте дофига этих и обклейте желательно обклеить как минимум четыре стороны там у них восемь ну восемь штук оперений чтобы четыре было дальномер это сильно решает проблемы а насчет этого я могу сказать что дальномеры становятся все качественнее и качественнее и качественнее нам нужны для тех кто хочет купить дальномер дальномеры для гольфа нам не подходят дальномеры для охоты они для немножко другие нам нужны все дальномеры а фактически все охота и гольфа нет есть дальномеры для охоты а есть дальномеры для гольфа два разных типа дальномеров они разные измерения делают нам нужны те которые подходят для гольфа второй момент который нужно обращать в дальномерах да сейчас будет немножко финансовая сторона все дальномеры которые стоят примерно 150 долларов и меньше можете их не использовать не можете их просто не использовать это просто выкинутые деньги потому что задача дальномера взять на глади мы я уже сначала сказал меня не интересует потому что это одинарный пример лейка 1000 или 1600 обклеенным маркером бьет на 180 метров при лябе при волне нет она бьет свой этот потому что надо ставить опиление как бы дальше тут ничего это почему дальномеры дешевые дальномеры не стоят своих денег не потому что они они нам не подходят да Саша прав есть попадаются отдельные экземпляры которые неплохо работают самое основное дорогое в дальномере это его стабилизатор стабилизатор который стабилизирует дальномер при дрожании рук даже если вы смотрите через трипод на котором вы его поставили чем дешевле дальномер тем стабилизатор в нем хуже точка как бы это просто выкинутые деньги ведущие фирмы которые производят дальномеры из того что могу посоветовать это буншел никон и илейка да все пропало в данном случае да финансы в данном случае финансы да у меня на данный момент было 8 видов дальномеров 8 разных дальномеров чем лучше был дальномер качественнее чем качественнее у него были стабилизаторы тем лучше он ловил самая проблема в дальномере это поймать маркер в рябе когда есть небольшая волна а именно рябь на воде небольшая волна которая вот так вот дальномер при этом сбивается туман туман тоже но в туман лучше берет вам нужны дальномеры для гольфа если хотите купить себе из этих трех фирм если хотите точные модели обратитесь ко мне я вам дам точное название модели стоимость среднего дальномера будет начинаться от 250 долларов и выше должен сказать что я хотел принести сегодня он пришел ко мне на почту но я еще его не забрал я купил новый ну да буншел он очень хороший все но мы просто хотим два иметь один заплатить 500 шекелей отлично не я просто хочу тебе ответить но тут снимается на камеру я не могу хорошо вопрос вопрос к теме вопрос к теме вопрос это это относится к снасти которую я может быть не рассказал до конца я предпочитаю плетенки с цветным плетением которые предназначены для джига у которых есть размерка света и размерка пошагового в метре у которого изменяется цвет каждые 10 метров и каждый шаг Олег дай закончить пожалуйста я объясню ты задал вопрос сиди и молчи и у него есть разметка каждый метр второй момент который надо обращать внимание это сколько выматывает ваша катушка за один оборот проката разные катушки выматывают по-разному также не относитесь к тому что вам говорит производитель потому что производитель когда говорит что разные производители по-разному но дайва и шимана например когда говорят что они выматывают условно метр двадцать два за один оборот ручки это при том что у вас полностью наполнена шпуля чем меньше лески у вас осталось на шпуле тем меньше будет катушка выматывать за один оборот Поэтому относитесь к этому нормально Я в данный момент Даю дань старой моде Ловлю на Dive Infinity 5000 У нее оборот метр Что это значит? Когда мы не можем поймать дальномером Или другим способом На данный момент Я забрасываю катушку Забрасываю, извиняюсь, снасть И с помощью катушки И плетенки, которые у меня есть Пошаговый В метр Я отмечаю, что сейчас я протянул 5 метров Глубина такая-то Протянул еще 5-6 метров Глубина такая-то Пробедунул еще 5-6 метров Глубина такая-то До двух моментов Или я в конце концов сумел поймать дальномером На каком-то расстоянии Ты переводишь иногда или ты тоже вылетел? Я думал до этого уже рассказал Я дойду до этого Я дойду до этого И таким образом я промеряю то расстояние И отмечаю на карте те расстояния, которые были Второй момент Это использование клипсования Что значит использование клипсования? Я бросаю на какое-то расстояние И ставлю на клипсы Если я нашел точку Что значит нашел точку? Я нашел перспективное какое-то место На каком-то расстоянии На этом расстоянии я ставлю плетенку на клипсы Выматываю удочку Иду на колышки И по колышкам измеряю то расстояние Которое у меня есть до точки Если нету дальномера Это способ То есть если я сейчас нашел точку И потом вышел И у меня на колышках она на 92 метров Значит у меня есть перспективная точка на 92 метров Вопросы еще по маркированию? А? Еще раз не понял Я сказал в самом начале Что на катушке для маркирования Мы используем плетеную Плетенку Да Не леску А на шок-лидер В Израиле Я предпочитаю Плетенку Вот Можно и тоньше Но с ней очень проблемный Нет Парусная ситуация Катушка должна быть очень-очень хорошая Чем тоньше леска Тем должна быть высшего класса катушка Которая будет укладывать эту плетенку хорошо Чем тоньше плетенка Тем катушка должна ее укладывать Если будет укладывать плохо То ты просто после первых двух забросов Перестанешь маркироваться Потому что у тебя просто Будет борода за бородой Вот Поэтому это так Еще для маркирования Два коротких момента Маркер это то, что делается достаточно быстро И достаточно в самом начале Имейте с собой запасную катушку Запасную оснастку Оснастку не имейте в виде шок-лидера Поплавка Вот в той вот сумке, которую мы знаем Грузила вот в той вот сумке, которую мы знаем И отбойник вот там, где мы знаем Маркерное должно лежать Ты молодец Маркерное должно лежать в отдельной сумочке Как вот ребята правильно говорят Мой совет Это можете принимать тип Можете нет Возьмите мотовильцы от поплавка Самое длинное, что вы можете найти И сделайте готовую маркерную оснастку С шок-лидером совсем Оборвался у вас маркер Оборвался шок-лидер Просто привязали к концу Раскинули И у вас готовая оснастка к броску Время, которое это занимает Просто будет гораздо быстрее У меня есть таких 5-6 Для разных случаев С разными вариантами оснасток Готовы к использованию Готовы к бою Если шок-лидер конусный Тогда я не нашел У меня есть одно такое мотовильцы Он, кстати, не прикалывается Это абсолютно верно Олег сделал правильное замечание Но сейчас это был Это был, между прочим, это Если у вас есть Я буду готов принять Пардон Я должен был готов принять это К сведению Я хочу ловить так, чтобы у меня Последний отрез Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok